Незаконные вырубки в Карпатском биосферном заповеднике. Едва ли не впервые о них заявили сами лесники. И не только показали их, но и рассказали, кто может стоять за незаконными вырубками. Наши корреспонденты расскажут обо всем подробнее. Сотни пней, траншеи от техники и гор обломанных веток. Лесники Карпатского биосферного заповедника показывают результаты варварской вырубки, которую затеяли здесь двое предпринимателей. Рассказывают, разрешение им дал сам директор заповедника. Извод поскоренных деревьев, то надо на урубку. Тогда предприниматель проведет ремонт дороги, допомогу в будильнице мостов. Предпринимателям отдали два гектара леса. Деревья они срубили быстро, а вот обещанную новую дорогу так и не сделали. Вместо этого окончательно разрушили техникой ту, что была. Пройти здесь сейчас практически невозможно. Это у нас тут была туристическая стежка, которую ходили туристы, спускались с горю, поднимались. Если зараз видите, что стало все после стрелевки леса. Лесорубу уничтожили много и молодого леса. Чтобы его восстановить, говорят лесники, понадобятся годы. Пострадала и горная река. Вот делитесь, за лесу, держать, верну на рейд. Это не может, это идет за гребнями. Даже машину не мог, кто здесь приезжает. И они за лесу вот так на рейд. Не забрал, это неправильно, это поручено. Лесники утверждают, заповедники разрешены только санитарной рубки. Но предприниматели пустили под пилу и здоровые деревья. Но вместо того, чтобы запретить предпринимателям вырубку, руководство заповедника взялось проверять лесников, которые заявили о нарушениях. Съемочная группа подробностей решила узнать, что может ответить на такие обвинения подопечных директор заповедника. Но он сейчас в отпуске. Его зам убеждает, лесники действительно подали несколько актов о нарушениях. Начальник о них знает, просто еще не успел отреагировать. Но лесники ждать не стали. Уже уведомили полицию о нарушениях. Все рубки и вывоз древесины из заповедника лесники заблокировали. До тех пор, пока правоохранители не дадут свою оценку происходящему. Богдан Вербицкий, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.